Шадова, давайте посмотрим. Чё там у нас? Боже мой. Круто, что Кипелов делает расклады. Ладно, шутка. Расклады Александр Шадов, классно. Слушайте, оформление моё почтение. Всё ещё так проделано, ну, типа... Ну, типа, он руками своими это сделал, по крайней мере. Так, что же у нас про Александра Шадова? Понеслась душа в рай. А ему не обязательно знать вообще хоть что-то про меня, в принципе. Ему просто похуй. Ну, в смысле, тарологам просто похуй, да? Они как бы просто... Чё? Шадов? Шадов? Да, 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 сейчас окей. Сейчас, короче... Чё, как зовут? Как зовут? Там, не знаю... Эл! Эл из тетради смерти, который... Эл, ну, сейчас мы, короче, узнаем. Расклад на Эл сделаем. Почему Кира не обратился тогда к тарологам, если они могут делать расклады таким образом? Не знаю имён. А, ссылку на канал, окей. То есть, виртуально тоже можно. Окей, окей, окей. Давайте смотреть. Там музыка какая-то играет? Да, классно. Слушайте, очень атмосферно. Мне нравится. Интересно. Так. Кверх ногами, кверх ногами. Мне уже вот не нравятся карты, которые падают. И ещё внизу кверх ногами. Да, действительно. Да, они все, по-моему... Блядь, да они, по-моему, все кверх ногами встали. Чё-то хуёво сразу же. Ну, что сказать. На вскидку... Такой, да, типичный путь философа, путь послителя. Да, блядь, да все с этого начинают. Просто сразу. Типичный путь философа. Чё астрология, что терология? Сразу же путь философа. Постоянные проблемы, решения, поиск себя. Много мечей, это значит, что много мыслей. Много мечей. При этом мечи, в общем, такие не самые лучшие. Но, давайте начнём. Типа мысли не самые лучшие, ладно? Порядку. Первое, да, это рыцарь мечей. И он опять же перевёрнутый. Да. Прямой рыцарь мечей. Это очень мотивированный человек, который всё знает, который... Так вот, я сейчас всем вам всё расскажу. Перевёрнутый, это когда человек убедился, что его знания, они как-то не помогают. И он, типа, я же самый умный. А чё не получается ничего? Ну, сомнение эта штука называется, видимо. И дальше. Сейчас карты вытащат, а там буквы складываются. Мадао, пишет Максим. Тогда сразу поверю в второго. Негодяй. Внутренняя тюрьма. Та же самая, восьмёрка. Запутанность. Запутанность, опять же, в мысли. Восьмёрка, восьмёрка. В первую очередь. Да, если я такой умный, то почему я бедный? Так. Стоп, а почему я бедный? А почему я бедный? Я нормальный. Я нормальный, прошу прощи. Я нормальный. Ну, как бы, я не считаю, что я бедный. По крайней мере, в последний год у меня я не считаю, что я бедный. Можно на будущее Казахстана, Алиса. Давайте попробуем. Давайте попробуем, но чуть попозже. Ну, в целом, опять же, давайте я кое-что замечу. Он может прочитывать как-то, вот, по-своему в том смысле, но мы сейчас даже будем вылавливать не только, не то, чтобы то, что он говорит. Он, скорее всего, пытается выдать какие-то, знаете, ну, отменить карту и какую-то общую трактовку, какую-то вариацию выдать. Мы в эту вариацию пытаемся попасть или не попасть, сходится или не сходится. Первая карта, вот эта перевернутый, перевернутый рыцарь мечей, получается, да, он намекает нам на то, что, ну, вот, если бы он вверх был, это какой-то мотивированный человек, который все знает, всем все рассказывает, просвещает, да. У меня, наоборот, ну, допустим, мракобесие, не знаю, сомнение, скептицизм, вот эта вот такая штука вот так вот перевернулась. Вполне можно попробовать, вот, в диапазон, наверное, этой карты попасть таким образом. И, опять же, надо выключать нафиг звук донатов, потому что очень он, ну, скажем так, выбивает меня из колеи. Так, поэтому донаты я посмотрю чуть попозже, вы не стесняйтесь их кидать. Казахстан, кстати, возможно, тема. Но пока что шадов. Восьмерка, да, восьмерка, это вот тюрьма, да, это если я, ну, опять же, главный вопрос, да, если я умный, то, ну, чё я бедный-то? Самый трудный вопрос, который мы себе задаём. И дальше туз. Желание начать что-то новое, новые амбиции. Всё-таки я буду. Я не просто буду что-то делать, я просто буду как вот деятельная личность. Я в этом миру покажу, мазафака. Четвёрка, не получается миру показать, чё-то как-то штормит. То не так, и это не я догадываю. Четвёрка, запутанность. Запутанность в себе, да, невозможно найти баланс внутренний. Пятёрка. Я всё равно победю, я всё равно прорву этот баланс, да, потому что вот меч, он выходит за барьер этой четвёрки. Это решение. Решение продиктовано опять же желанием жить. И вот дальше большие деньги. Ну как, они же большие, да, ну это капитал, это деньги, которые могут быть испытанием. Ну, вот-вот мои деньги, вот вы. Вы мне испытания сейчас даёте, на самом деле. С учётом, что у меня скоро квартирка появится. Недвижимость. У меня появится недвижимость, да, то есть, ну, я был бездомный, бедный, ужасно вообще всё было. Кстати, если бы он это ещё проворачивал как путь такой, соответственно, да, вот год назад, вот год назад я был вообще бедный, соответственно. Вообще нищиёб, вообще ничего нет за душой. Никаких квартир, ничего у мамки почти, наполовину у мамки на шее, по сути. Хотя я работал кое-где тоже, да, и что-то там подкидывал деньги, соответственно. Но как-то это было, в общем, не очень круто. Прошёл год, прошёл год, и за последний год я поднялся настолько, что у нас теперь у семьи появится жилплощадь, наконец-то, да. То есть мы были бездомные, ну, мы снимали квартиру постоянно, а теперь у нас появится некая жилплощадь, хоть и в ипотеку, но даже при таком раскладе можно каким-то образом что-то вот раскручивать. Если что, квартиру можно попробовать продать, ну, то есть нормально. Деньги, которые ты не можешь переварить. А, так это и есть путь с одного по девятую карту настоящая, примерно посередине, понял? Понял, 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 ну, тогда очень похоже. Кстати, если это путь последовательный, вот, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять в конце, да, что ждёт? Ну, слушайте, это тогда вообще похоже. В том плане-то, что действительно начиналось всё приблизительно так, и амбиций всяких много было тоже, соответственно, и писательских, и не писательских. Я-то сейчас немножко порасслабился, на самом деле. То есть вообще мои оценки моего творчества и вообще вот, ну, долженствование того, как люди должны к нему относиться, они очень сильно изменились за последние года, года три, наверное, года три. А деньги я начал получать только последний год, вот, назад. Может быть, если в каком-нибудь там подростковом возрасте лет в двадцать, двадцать два у меня была идея, ну, меня точно, короче, напечатают сто процентов. Сто процентов там ещё Нобелевку сверху дадут, потому что книги у меня охуенные, философии там вот столько написано, они классно, интересно, да? Ну, потом я немножко понял, как это всё устроено, ну, и, конечно, никто никому ничего не должен в этом мире. Никто объективно никого нигде никогда оценивать и не будет. И вообще, в принципе, любое произведение, которое мы в мире видим, оно оценено, ну, как бы, если оно оценено высоко, оно оценено всегда с неким вот таким вот, знаете, с некой форой, условно, так скажем. То есть мы каждому классику даём просто бесконечную фору по сравнению с любым вот настоящим современным автором, просто потому что они классики, они знамениты, и мы их в школе проходим, например. И поскольку мир устроен так, ну, то есть от меня практически, ну, не то чтобы очень многое зависит, так скажем. Девятка. Перевёрнутая. Девятка чаш, погружённость в прошлое. Перевёрнутая. Дама монет. Не знаю, погружен ли я в прошлое. Вот, вот с прошлым у меня погружения вроде бы нет. Ну, да ладно. Опять же, опять же, проблема с деньгами. Невозможно их управлять, неумение управлять. И, в конце концов, туз, чаш, это обретение самооценки. Обретение, обретение себя, в первую очередь, да, обретение понимания того... Не знаю, что такое обретение себя. ...что я есть и чего я хочу. Самое ценное, одна из самых ценных карт в колоде, потому что ведь самое сложное понять, что мы хотим от жизни. Ну, да. Эта карта говорит, что человек начинает это чувствовать, что он от жизни что-то хочет. До того, он блуждал в пространстве... Так ты уже рассказываешь про прошлое по 10 раз одно и то же. Что рассказываю конкретно? Ну, мы сейчас анализируем данный контент просто. Мы уже путь разрисовались, и поэтому я рассказываю. ...своих мыслей. Вот, сейчас буду... Но, в конце концов, он оживает. Два туза, то есть тут так... Когда это, в конце концов? Интересно. Но, в остальном, это всё, конечно, про мысли. Тоже про внутренние переживания, не про внешние. Событий, похоже, здесь таких не намещается. Ни одного старшего аркана не выпало, как видите. Класс. Охуенно. Да. Не, арканы пугают просто. Всё связано с богатым внутренним миром этого нашего Александра. Осьминога бесконечности. Итак. Поехали. Чё? Опа. Опа. Перевёрнутый вот этот валет. Валет мечей. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей. Всё с валетами. Это, ну, как я уже говорил, да, некий непонимание того, а чё, я такой умный, да, а чё, не получается ничего. И шестёрка, это разочарование от результатов, да. Этот человек не получает задуманного, но продолжает... Ну, задуманное я получаю, но результат не получаю, собственно. Максим пишет, мне кажется, что это описание подходит под путь любого парня примерно от 20 до 30 лет. Ну, а если другой расклад выпадет? Ну, то есть, может быть, абсолютно другой расклад, соответственно. Вам там выпадет какой-нибудь другой, где вас, короче, в ад ебут черти в очко, просто без остановки. Просто карта за картой, вас ебут в очко черти. Каждый день, каждый день, с утра до вечера, просто насилует. Что делать тогда? ...действовать на своей воле. Продолжает напрягаться, продолжает говорить, что я точно добьюсь то, чего я хочу. И следующим этапом попадает... Ну, это карта депрессии даже во многом, можно сказать. Что бы ты ни делал, ничего не получается. Карта бессилия. Не, ну, так скажем, у меня, наоборот, у меня всю жизнь, уже лет с 20, наверное, с 19, я не знаю, это, наверное, как-то с психикой связано, какие-то циклоидные отклонения. У меня, в общем, происходят смены полюсов очень резкие. Но это не биполярное расстройство, скорее всего, но у меня резко меняется настроение. То есть у меня есть настроение, все, блядь, я всего добьюсь, я всех разъебу, у меня охуенное сейчас настроение, я начинаю писать новый роман, этот роман охуенный, поехали. Пишу, 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 и, короче, что-то делаю, важное, хорошее, интересное для себя, абсолютно полон энергии, инициатива огромная, там, не знаю, сайт какой-нибудь свой сделал, неожиданно еще что-то сделал. Потом, так у меня просто резко настроение меняется в противоположное, ну и там уже плоховато начинается. Но я не знаю, насколько это депрессия, не депрессия, но это происходит, там, не знаю, раз в месяц и дня на два где-то в среднем. То есть это не просто, не то чтобы путь прошлого, это у меня каждый, каждый месяц вот такая чепуха происходит, если что. И с этой восьмеркой у нас рыцарь Жезлов и справедливость. Вот это интересно, да, потому что рыцарь Жезлов, это, ну, это, с одной стороны, это много амбиций, да, это такая уверенность в себе, желание действовать, но это также и силовые структуры. А справедливость, это, в общем-то, общественное мнение. В общем, здесь либо, либо человек натыкается на какую-то проблему, связанную с, что-то он скажет не то, и к нему придут. Но, вероятно, что это немножко другое. Вероятно, что это конфликт в утренней, без привлечения силовых структур, это конфликт амбиций и морали. То есть, чтобы преуспеть, нужно быть аморальным, чтобы быть моральным, ты не преуспеешь. Суть конфликта. И человек вот в тупике. Но дальше... Ну, я разрешил проблему морали с помощью скептицизма, во-первых. Но, во-вторых, я все равно аморально очень редко поступаю. Ну, а если и поступаю, то поступаю не тогда, когда это нужно. Ну, вы, например, слышали, как я недавно, возможно, сорвался на молодого человека некого, да, там ругаться начал. Это был не тот случай, когда нужно было быть аморальным, и причем не нужно быть аморальным в открытую. То есть, да, я, бывает, срываюсь, и срываюсь не тогда, когда надо. А вот подлостями всякими я, например, не занимаюсь. Хотя, видимо, стоило бы, стоило бы, стоило бы и лестью заниматься, и, не знаю... Тратить свое время, чтобы там жопы вылизывать, километры жоп, короче... Но вот-вот-вот-вот-вот нет, вот нет, у меня такой... У меня, в общем, нет таких желаний. Все-таки какой-то компромисс найден. И это много дел, суета и валет жезлов. Довольно это правильный подход, я бы сказал. То есть, это подход делай, что должен и будь, что будет. Сразу же напомнило песню группы Аквариум. То есть, просто делай, пробуй все подряд. Ну, не все подряд, но много чего пробуй. Что-нибудь да выстрелит. И, видим, вот этим он и занимается, да? Так, ешь, выключается-то звук донатов, черт возьми, почему это так? Это не самый жесткий донат, там может быть музыка еще вообще на три часа ужасна. Я вам благодарен, господа, за донаты, но... Слушайте, на самом деле это все обустроено довольно интересно, потому что для того, чтобы все это сделать, ему нужно две камеры. Ну, я тоже мог бы так сделать, на самом деле. Но у него должны быть две неплохие камеры, чтобы это технически так вот обустроить. Прикольно, это на самом деле очень прикольно создано. Алиса, спасибо! Тем более в прямом эфире, как я полагаю, с двумя камерами сидеть. Одна камера на карты смотрит, на руки получается. Вот сюда он выкладывает. И одна камера на него. Так, это что такое было? Чисто профессиональное представление. Это не то было. Сунада пишет, а подлостями не занимаешься? А кто про меня мем с наркоманкой кинул в Дискорд? Так, во-первых, это не то, чтобы ложь. А во-вторых, это как бы, ну... Это, наверное, то, что не стоило бы делать, Сунада. Это из-за разряда того, что не стоило делать. Вот если бы я был подлый, я бы, там, не знаю, писал бы каким-нибудь вашим знакомым, а вы знали, что она наркоманка? Вы знали, она наркоманка? Она наркоманка? Она наркоманка, да? Не общайтесь с ней, она наркоманка, короче. Вот, вот подлость это вот так вот. Так, Данил, что за расклад? Применим ли... Так, чуть попозже отвечу. Отвечу чуть попозже. Не избивайте, пожалуйста, меня с настроя. У нас на поездке дня Александр Шадов. И вот дальше все-таки тупик. Ну, Максим, ну смотрите, даже если это психология, психология довольно хорошая и тонкая. На самом деле, это далеко не под всех можно подогнать. Ну, наверное, под многих такой путь можно попробовать подогнать. Но тут опять же интересно. Он ознакомился с каналом, и он, в принципе, ну, какие-то представления, возможно, имеет, ну, то есть, вводные. И с ними работает, и с помощью карт выдает какой-то контент, который вот вмещается в некое поле интерпретаций. Но это все равно, понимаете, это все равно не под всех может подойти, как бы. Это тут смеси психологии, расклада этого, соответственно. Ведь вот он просто, он не смог бы трактовать карты, если бы они выпали, ну, вот просто буквально как-то хер пойми как. Выпал бы какой-нибудь убогий расклад, допустим, в котором, ну, меня там, не знаю, сто процентов, может быть, в тюрьму посадят, или еще что-то сделают, или еще там, да, что-нибудь такое вот жесткое-жесткое сделают. Он бы сказал это, этого бы не произошло, и что тогда? Легкий такой, но тупик жизненный. Тройка чаш, пятерка чаш. Чаши. Надеюсь, не алкоголь? А этот Шадов, он женат вообще или нет? Потому что похоже, что, ну, это, это рождение ребенка, я бы сказал. Рождение ребенка, которое... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, вообще невозможный вариант. Смешивает все карты. Вообще невозможно, невозможно. No. Не-не-не-не-не-не-не-не. И действительно, то есть это... Ну, какое-то очень яркое, очень позитивное событие в жизни, скорее, это, это очень похоже на как... на рождение ребенка. Но это... Не-не-не-не-не-не-не-не, этого не может быть, только гейсек, ничего, ничего, ничего лишнего. Рождение, оно вносит сумятицу во все планы, во все, что человек хотел и решил. И дальше... И дальше, и дальше, вот, настоящее. Ну, стоп, рождение ребенка не было, но, соответственно, да, это еще немножко прошлое получается. Центр, это вообще настоящее, прямо вот сейчас вот центр, да? То есть рождение ребенка, надеюсь, надеюсь, не было, в общем, надеюсь, не было рождение ребенка. Но, по крайней мере, я этого не узнал. А, вот. 300 рублей, в смысле, праздник произошел? Что? Десятка. Мечей. Карта утренней силы, да. И, да, мы чаш. Я думаю, да, это, это про любовь все. Это семья, и человек все свои силы поставил на службу семье. Не-не-не-не-не-не-не, вообще невозможно. Я вообще антисемейный человек. Так, единственное, что я с семьей делаю, единственное, что я с семьей делаю, ну, вот, маме, бабушке могу помочь. Вот сейчас жилье будет, и на этом, в принципе, ну, все, не все. Но, по крайней мере, мы уже, ну, не то, чтобы прям, не знаю, друг друга фанатически обожаем все, поэтому я хрен знает, даже вот, вот, если в семью копать. Это может быть какое-то радостное событие, которое спутало все планы немножко раньше. Ну, это стриминг, что ли, получается? Стриминг, на них хрен знает, наверное, стриминг. Он нам еще про деньги что-то говорил в данный момент, когда, да, вот, верхняя карта что-то про деньги, да, вроде бы, или нет, не помню. Так вот, так вот. Ну, только стриминг у меня из самого лучшего, что со мной произошло. А, дружба с Василом, блядь, ладно, шутка. Ладно, прошу прощения, это было смешно, я не мог этого не сказать. Не, а что произошло хорошего? Стриминг только у меня произошел хороший. С семьей, с рождением детей, ничего это никак не было связано, по-любому, вообще мимо. С семье, свои намерения, свои желания, то есть, видимо, ребенок родился. Не, 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 не. И теперь его жизнью управляет его жена. У меня нет жены, моей жизнью никто не управляет. Ну, вот вообще мимо, вот, видите? Привет, большая очередь видео, ну, лучше сейчас не заказывать, у нас аукцион скоро, через час будет, а очередь приличная. Ну, как-то вот бывает, бывает, ничего страшного, да, но, тем не менее. Жены нет. Дальше. Вот эти большие деньги. Большие деньги. Большие деньги. Чуть-чуть в будущем, да? Ну, я надеюсь, что жены не будет и денег не будет, в общем. Ну, в смысле, наоборот, будут деньги, а жены не будет, вот я вот хотел бы. Семерка перевернутой мечей. Раскратно, Максим. Семерка мечей. Семерка мечей. И, похоже, что человек, действительно, его семья по себе подчиняет, он этому, конечно, рад, но тем самым он отказывается от своего пути. Он начинает работать на семью, начинает зарабатывать... Не, вообще невозможно. Ну, то есть, зарабатывать, не зарабатывать, я все равно продолжаю и буду продолжать писать романы, соответственно, да? У меня приоритеты абсолютно на творчестве лежат, вообще не представляю себе никакой семьи в данном случае. И в этом смысле то, что было год назад, то, что было 10 лет назад, я пишу произведения, я пишу философию, я все еще делами своими занимаюсь. И это половина моей жизни каждый день. Зарабатывать деньги и у него получается. Но он отказался от себя. Нет. Ну, как ни странно, единственное, как я смог зарабатывать деньги, это найти деятельность. Стриминг, который мне разрешает не отказываться от себя. Это проблема, которая явно выползет. И? Ипотека будет, будешь на нее работать, пишет Максим. Ну, если сильно заебно будет, ну, она не только для семьи, она скорее для себя. То есть, понимаете, в чем дело? Эта квартира, она будет в моей абсолютно собственности, но жить там семья, конечно, будет. Она общая квартира. Выползет она. Но не дети, не родственники. В виде девятки чаш. Да ты не зарабатываешь философию, что ты гонишь? А чем я зарабатываю? Ну, может быть, скоро еще произведениями буду зарабатывать. Я не знаю, чем еще. Это когда прошлые ошибки тебя догоняют. У тебя доход от книги философии стремятся к нулю. Ну, вот, смотрите, Big Philosophy, сколько сегодня? Вот за эту штуку я уже получил 300 рублей. Вот, 300 рублей сегодня, но не к нулю. И в прошлый себя не готовить. И это, да, да, отшельник, отшельник и, ну, скажем так, вот, это успех. Да, определенный успех, карьерный рост, это рост популярности. Но который тебя вообще не радует ни разу. Не, вряд ли такое будет. Опять же, ну, хрен знает, конечно. Хрен его знает. Ну, такое. Ну, так не философия, а развлекательный контент, пишет Белл. Ну, тут все смешано, на самом деле. Тут все неоднозначно смешан. И развлекательный, и философский, и образовательный, и так далее. Мы тут что только не делаем, на самом деле. Поэтому, ну, вот, вот тут у меня все довольно смешано. И что самое главное, меня это полностью удовлетворяет. Я не вижу отказа от себя. Опять же, я не вижу какого-то тотального отказа от себя. Вообще ни в чем, ни в чем, что я делаю. Потому что вот эти карты, они вообще близнецы-братья. Что странник потерянность, что девятка чаш, это тоже некая зацикленность на прошлом, на прошлых обидах, на прошлых неудачах. А это не более чем попытка компенсироваться, попытка убежать. Но это не решение проблем. То есть, человек себя все-таки загоняет в какой-то кризис. Человек, похоже... Ну, пишет, да его донатом сбили и пошло не то. Ну, вот хрен знает. Потому что реально, да, где-то вот, 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 со второй половины буквально началась какая-то чепуха. Прям вообще с ребенком, там, не с ребенком. Вот что-то вот такое пошло. Ну, вот, вот, если он говорил о прошлом, ну, вот, вообще не то. Я не знаю, какое хорошее, прекрасное событие у меня произошло. Ну, в недавнем времени, например, или в настоящем, вот, вот, пока что вот не вижу такого прекрасного события. Да, откажется от всех этих философских идей, потому что семья, любовь, деньги... Не, любовь это концепт. А потом поймет, что это, ну, не совсем то, чему он сам может посвятить жизнь. Проблема в том, что я это уже понимаю. Я, у меня полностью расставлены приоритеты в творчество. И поэтому, ну, все люди, которые со мной так или иначе знакомятся для романтических отношений, ну, они, в принципе, тоже понимают, что мой приоритет это всегда творчество. Это прям буквально заявляется, вот, вот, на входе написано. Если ты такой искатель, философ, мыслитель, счастливое семейное счастье немного не для тебя. Ну, окей, согласен. Абсолютно согласен, но его и нет. Дальше идет, похоже, расставание. Расставание, и это конфликт, включающий родственников, возможно, и шестерка, перевернутая шестерка мечей. Ну, да, это тоже выбор, выбор сделанный по принуждению. То есть, кризис, кризис личностный, никуда он не денется, да, от него в семью не убежишь. Проблема заключается в том, что я не принимаю решения по принуждению, и в этом, возможно, одна из моих проблем, одна из самых больших. И пока что я не предвижу возможности делать выбор по принуждению. Вот, вот, в чем такое вот странное. Но это будущее. В будущее может быть что угодно. Да, вот мне деньги напророщили, деньги хорошо, деньги любим. Допустим, придется заниматься чем-то, что я не люблю. Стану там новым убер-маргиналом, допустим. Буду сидеть на стримах, и такой... Вот так вот, да, и за это деньги буду получать. Может быть, может быть, не исключено. Вообще, в принципе, да. И, похоже, дальше идет расставание, развод. С кем только разводиться, я пока не знаю. Ну, свет в конце тоннеля есть. С кем, с кем, с кем развестись, расскажите мне, пожалуйста. И... Туз. Король чаш и валет монет. Валет монет, круто звучит. Интересное, сочетание интересное, потому что все-таки король чаш, это такой уже опытный товарищ, состоявшийся в жизни, это политик, во многом это актер, а валет монет, это человек, который делает первые шаги, зарабатывая деньги. То есть, ответ, да, вопрос, который я называл, да, если ты такой умный, то где твои деньги? Видимо, он здесь, наконец-то до человека доходит, потому что ответ очень, вопрос очень тяжелый. И тут человек понимает, что нужно учиться зарабатывать деньги самостоятельно, хоть как-то. Так, стоп, мы же до этого зарабатывали деньги на протяжении всего пути. То есть, там вообще, да, мы буквально со второй половины, в общем, этого предсказания начали уже зарабатывать деньги, уже в настоящем зарабатываем деньги. Там, не в далеком будущем уже тоже деньги просто уже рекой валятся, не знаю, просто дыры затыкаем с этими деньгами, а тут я буду учиться заново зарабатывать, что? Вращает ему веру в себя. А вот король чаш, возможно, совет какого-то более опытного человека. То есть, ну, скажем так, как еще перебороть все вот эти былые проблемы? Начать новую жизнь, начать что-то делать и получать быстрый результат. И тогда он тебя уже сильно будет поддерживать. Может быть, это отец. Ну, кто-то из старших товарищей. Отеца нет в живых, и старших товарищей у меня нет почти старших товарищей. Ну, разве что мой научный руководитель. Но у меня к нему хорошее отношение как к человеку. Но вот советы я и все равно ни от кого не принимаю, тоже принципиально. Вот так скажем. У меня есть не то чтобы принцип, прям принцип, но я не то чтобы стремлюсь принимать чьи-то советы старшие, более опытного человека. Совет более опытного человека о зарабатывании денег. Да это же маргинал, пишет Егор. Ну, хз. Насколько он опытен, на самом деле, в этом. Маргинал вовремя взлетел, понимаете? Там как бы в жух, в жух он полетел. Люди, которые обычно очень резко взлетают, у них не всегда имеется очень большой опыт, и они вряд ли могут подсказать, как вести себя правильно в конкуренции. Я думаю, у маргинала своих конфликтов до хера, понимаете? Вот к продюсеру может быть был, вот к продюсеру может быть, продюсер Иванов, там все дела. Вот сармат, да, сармат поинтереснее, хотя тут тоже хрен знает. Опять же, понимаете, когда вы видите скорозрелые такие вот успехи резкие, это значит, что у человека опыта нет в этом, в этой сфере. Например, он просто взял и взлетел, как бы неожиданно. Он даже сферу отчасти, может быть, и создал, как маргинал, там Ежи Сармат, они ее вот сформировали. Но они бы вам не смогли бы подсказать, как в ней функционировать сейчас, как правильно в ней функционировать, потому что они уже как бы, go сюда, я создал, а как здесь успехом своим обзавестись, ну, у них не получится подсказать. Поэтому, потому что, потому что многие люди, которые им подсасывают, пытаются копировать их поведение, ну, вот они не добились таких же результатов. Понимаете, люди, которые полностью копируют их бизнес-модель, они не побеждают их. Даже если они лучше в том, что делают, там, Ежи Сармат, Убер Маргинал, в чем-то их превосходят, да, в тех же аспектах, на которых они могли бы посоветовать давить. Ну, вот нет. Ну, вот нет. Вот так вот. Вообще, вероятно, Александру подскажет, что займись делом. Тупо займись делом. Под чем-нибудь, да, что может, поможет тебе хоть немного заработать и гордиться результатами. Противоречие. Ну, противоречие такое тотальное, по-моему, наблюдается. Да, это классика в сфере бизнеса, но это нормально во многом. И тебя это уже вытащит. Как-то вот так, потому что философ, все-таки это... Это странно смешанно, в общем, получилось, ввиду того, что тут половина пути это про зарабатывание денег получилось. Так, а потом вдруг опять деньги зарабатывать, надо опять учиться, чё? А когда я перестал их зарабатывать? ...профессия. Это даже не род деятельности. Это вообще такой фуфел. Ну, я преподом могу стать. Ну. Вот, что я имею сказать на тему Александра Шадова. Но, тоже, в общем-то, через тернии к звездам. Но проблемы, конечно, будут специфичные. Я хоть не знаю, где точно родился, но вряд ли. Так ты сбичуешься просто, вот и всё. Норм. Спасибо, Белл. Спасибо за предсказание. Ну, чего я могу сказать? Тамбергу большое спасибо. Расклад интересный, но с некоторыми, в общем... С некоторыми, соответственно, тейками сложновато. Вот, например, да, окажешься под теплотрассой после развода. Но только если, да, у меня появится моя родная РСП-шка какая-нибудь, которая отберёт у меня квартиру, которую я вот-вот-вот куплю, да? Вот, может быть, тогда, да, после развода... Вот, если бы он эту линию, кстати, догадался бы и провернул. Развод, потеря, там что-то такое. А потом вернётся к себе и снова начнёт зарабатывать деньги и, типа, дам уже надежды какие-то появятся. Вот, если бы он без противоречия это выявил, я бы вообще, может быть, даже повёлся бы полностью. А пока интерпретация у него не очень ровненькая получилась. Может быть, реально его сбили, потому что... Но в любом случае, большое спасибо. Было довольно занимательно и интересно. И Беллу спасибо, что он это заказал. Я даже, наверное, сделаю хайлайт. Субтитры сделал DimaTorzok